МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Какие лекарства упаковать в отпускную аптечку, чтобы быть во всеоружии? Здоровые советы от клинического фармаколога Анжелы Степусь. Живая еда. Готовим полезную кашу. В рубрике Тамара Ивахновой. Быть здоровым просто. А еще познакомимся с уникальной аппаратной методикой омоложения. Здравствуйте. Я Степусь Анжела Викторовна. Клинический фармаколог, основатель, научный руководитель Центра медицинских и инновационных технологий города Тольятти. Сегодня тема очень приятная и радостная для тех, кто собирается в отпуск. Особенно с детьми. Аптечка в дорогу. И неважно, куда вы едете, территория нашей необъятной страны России, либо вы выезжаете куда-то за границу, вы всегда сталкиваетесь с чем? Незнакомый состав воды для организма, который обязательно на него среагирует. Незнакомая еда, незнакомая вода. Вы встречаетесь с людьми, которые тоже приехали откуда-то издалека, привезли свои вирусы, микробы, бактерии. То есть, естественно, любое путешествие, это встреча с такой вирусной нагрузкой, бактериальной нагрузкой, всегда иммунитету непросто в этой ситуации. Чтобы не испортить долгожданный отдых. Ведь вы собирались, скорее всего, задолго, вы о нем мечтали, вы предвкушали эти 10 дней счастливого отдыха. И как ужасно бывает, когда вы приехали первый-второй день, у ребенка поднялась температура 40 с поносом, вы обгорели на солнце, у вас поднялась температура, поймали в аэропорту какой-то вирус, и он как раз дал о себе знать на 4-5 день. Как жаль испортить отпуск. И так не хочется ехать в курортные больницы, потому что в основном вам там предложат только антибиотики и глюкортикостероидные гормоны. Поэтому, чтобы вовремя быстро оказать себе помощь и привести только счастливые мгновения с отпуска, я хочу вам дать рекомендации, что же собрать с собой в аптечку. Все препараты можно хранить без холодильника, но не на жарком солнце, но они спокойно живут без холодильника и помогут вам в самый важный момент. Итак, с чем сталкиваются это проблемы с кишечником? Ну, не потому что кто-то вам налил какие-то яды в бассейн или хочет вас отравить какой-то едой. Нет, просто все незнакомое. Потом, согласитесь честно, когда шведский стол, все едят, ну, настолько отвратительно, все подряд, что поджелудочное просто говорит, что так, все, хватит. Я больше не буду эту мусорку перерабатывать. У людей случаются и панкреатиты и все прочее. Поэтому обязательно везите с собой ножпу, которая поможет при каких-то болях в органах ЖКТ. Обязательно возьмите с собой максилак. Да, пожалуйста. И вообще я рекомендую, кто знает, если у вас слабый желудок, слабый кишечник, не надо ждать, когда он даст свою реакцию. За сутки до того, как вы собираетесь выезжать в отпуск, начните его принимать. Это даже очень хорошая профилактическая мера. Пропейте его 10 дней. И вы будете защищены от каких-то кишечных проблем. Либо возьмите с собой. Для взрослых и детей, пожалуйста, есть каждая форма. Максилак. Возьмите обязательно с собой Безостерин Ультра. 30% это шикарный, безопасный энтеросорбент, который поможет проблемами ЖКТ. А 60% это гемосорбент, если вы уже почувствуете глубокую интоксикацию, либо что-то уже высыпет на коже. Если ваш желудочно-кишечный тракт все-таки залетел вирус, как мы можем это узнать? Отравление, оно проходит без температуры. Но если хоть немножко поднялась температура, вы же с собой обязательно возьмете электронный термометр. Правда? Если начинает подниматься температура, даже 37,1, уже 37,2 есть. Это вирус в кишечной форме. Неважно, какой это. Ротовирус, грипп в кишечной форме. Просто есть воспаление ЖКТ, в основе которого лежит вирусная нагрузка. Здесь лучше всего работает орбидол. И при первых признаках послабления стула, либо легкого недомогания, начинайте по инструкции принимать орбидол. Добавьте туда полиоксидоний в таблеточках, рассасывайте его под языком. Это хорошие помощники иммунитета. Возьмите с собой еще цитовир. Это тоже хорошие помощники иммунитета. В комплексе они практически за пару дней справятся даже с самым тяжелым вирусом и самым тяжелым состоянием. Что еще бывает у нас в отпуске? Ну, ушибы. Никто не застрахован, потому что есть и горки, есть и различные аттракционы. Возьмите с собой димексид гель. Именно в геле. Он хорошо хранится, и он снимает воспаление. Он работает хорошо с ушибами, даже если у вас где-то сустав заболел. То есть очень хорошо работает при травмах. Еще у меня к вам есть такая рекомендация. Люди, которые принимают какие-то препараты в постоянной основе, ни в коем случае при своих хронических заболеваниях не прекращайте прием препаратов в отпуске. Может сработать синдром отмены, и это испортит ваше самочувствие, испортит естественный отдых. И, конечно же, не начинайте прием новых препаратов, которые вы никогда раньше не принимали для лечения хронических заболеваний прямо перед отпуском. Неизвестно, как ваш организм может на них среагировать. Все эксперименты после того, как вы вернулись. Кожа. Ну, естественно, кто едет на солнце, здесь кожа подвергается ожогам. И возьмите с собой бипонтен, либо депонтенол наш отечественный, и крем, и мазь. Если вы едете куда-то в сторону Байкала, где будет много комаров и мозжек, возьмите с собой фенистил гель. Ну, и последнее, что осталось, наверное, это горло. Люди, кто страдают горлом, возьмите с собой головит в таблетках. Если вы чувствуете первые признаки першения, по две таблеточки два раза в день, и вы сразу почувствуете облегчение, и это не уйдет вниз, и не даст кашель, и уйдет наверх. Но если все-таки кашель вас застал, и он сухой, тяжелый, пожалуйста, с собой возьмите в аптечку Кадылак Бронха. В таблетках, в сиропе, как вам нравится, но вы можете разобраться с удушающим тяжелым кашлем, который будет вам мешать отдыхать. И все, что связано пластыри, какие-то антисептики, ну, чтобы не везти бутылочки, возьмите просто спиртовые салфеточки, чтобы где-то протереть какую-то ранку, да, протереть ожог спиртовой салфеточкой, потом намазать бипонтеном. Возьмите с собой пластыри на случай мозолей, вот, но я вам искренне желаю никогда не воспользоваться этой аптечкой, даже не вспоминать про нее, потому что вы в отпуске будете очень счастливы. Будьте здоровы, до новых встреч! Тема еды очень популярна, ведь вкусно поесть любят все, а вот как приготовить, чтобы было и вкусно, и полезно. Мы узнаем у Ольги Акопян, и сегодня мы у нее в гостях. Здравствуйте, я Тамара Ивахнова, автор и ведущая рубрики «Быть здоровым просто!» Оля, что мы сегодня будем готовить? Сегодня я предлагаю приготовить льняную кашу. Польза льняной каши это вся польза известных семян льна. О семенах льна мы знаем много, льняное масло уже признано лекарем, природным целителем, но очень мало кто знает про льняную кашу. И как правило, 99% людей, у кого я спрашиваю, кушают ли они льняную кашу на завтрак, отвечают мне нет. Поэтому сегодня мы заполняем этот пробел. Для чего она, для кого? Что от нее мы станем красивее, стройнее? Вот в чем ее ценность этой каши? Ценность заложена в каждой семечке льняной, потому что все мы знаем про льняное масло, насколько оно полезно, но это лишь одна часть составляющая льняного семени. Ведь льняное семечко, оно имеет очень жесткую оболочку. Вот я хотела это спросить. Да, она же жесткая. Льняная семечка как раз вся ценность масла в ней содержится. Плюс лен уникальное семя, которое имеет высокобелковый состав. И его ценность сравнима с куриным белком, например. Плюс многие спортсмены знают ценность аминокислот. И все вот эти спортивные знаменитые аминокислоты содержатся также в семени льна. И вопрос, как же эту пользу себе дать? С помощью чего? Как ей оттуда извлечь? Пока семечко целое, она ни за что у нас не переварится в организме. Поэтому очень часто люди, кто знает, начитались про пользу льна, наслушались, изучили и загорелись этой идеей употреблять лен, чтобы дать себе эту пользу, начинают просто жевать сухое семечко. Это не дает всей пользы, потому что, к сожалению, мы не можем так измельчить эти семена. Плюс там есть еще один секрет. Лен содержит фитиновую кислоту, которая не позволит проникнуть внутрь, усвоиться в организме всем тем питательным веществам, о которых мы сказали. эту фитиновую кислоту мы должны убрать? Убрать. И каким образом? Мы это сделаем простым замачиванием. Для того, чтобы приготовить одну порцию взрослому человеку или ребенку, требуется 2 столовых ложки льна. 2 столовых ложки льна. Давайте я буду насыпать. Как правило, когда мы замачиваем, я предлагаю взять побольше. Эти семена надо залить водой. Вот в этой миске 700 миллилитров умещается воды. Полностью заливаем чтобы высвободилась фитиновая кислота, которая препятствует усвоению питательных веществ. Все семена орехи и льняное семечко содержат фитиновую кислоту. Вот такой простой, экологичный, очень простой способ он помогает эту фитиновую кислоту извлечь. Она будет выходить в воду при замачивании. Сколько это времени? 6-8 часов. 6-8 часов. Поэтому вот такое приготовление классно делать вечером, на ночь. И чтобы лен ожевал у нас и не испортился. Я убираю его в холодильник. Ленную кашу ее можно как-то приукрасить по вкусу каждому, чтобы не было какой-то горечи. Все равно у нас какое-то понимание, что лен это горькое. А нам хочется сладкое вкусное. Чтобы каша была вкусная, я рекомендую добавлять в нее ягоды, фрукты, овощи, любые добавки, которые нравятся вам, которые хранятся у вас возможно в заморозке. Отличной добавкой является сухофрукт. Вот сегодня я предлагаю дать зрителям очень простой рецепт, который состоит из двух ингредиентов. это как раз семена льна, которые мы размачиваем на ночь. И второй ингредиент это кураган. Всего лишь два ингредиента. Вкус удивит вас, потому что мало кто это пробовал. Это очень будет похоже на десерт. Однако нам на завтрак нужны белки, жиры, углеводы, клетчатка, антиоксиданты, которые содержатся во льне. Плюс мы сделаем вот такую солнечную добавку, как яркая курага, которая очень полезна нам для сердечной мышцы. И если мы просто так сидим курагу, это сладкая добавка, она прекрасно заменяет конфеты, но если мы ее добавим к льну, она даст как раз вот те долгие углеводы, которые уже как наверное многим известны, они нам нужны на завтрак. Поэтому прекрасное дополнение прекрасная пара. Ален можно женить с чем угодно, с черной смородиной, с яблоком, с абрикосом, с нектарином, земляника, малина, клубника, жимолость, любые ягоды, которые есть. Поэтому для организма это во вкусовом отношении, это конечно будет открытие, это будет взрыв вкуса, я вам обещаю. Давайте приготовим льняную кашу с курагой, солнечную, красивую и взрыв вкуса. Да. Нам для каши потребуется еще блендер. То есть лен, который мы замочили. Лен, который мы замочили, он у нас 6-8 часов. Сливаем воду, в которой растворилась фитиновая кислота, она нам не нужна. И вот это ожившее льняное семя, оно увеличивается в размерах. Когда семена подвергаются вот этому замачиванию важному, семечка внутри семечки оживает ее ДНК. Семя становится живым, готовым прорасти. И оно становится для нашего организма еще более легко усваиваемым. И все ингредиенты будут доступны. Льна после замачивания. Мы берем парочку столовых ложек льна на порцию, перекладываем в блендер. Лен во время замачивания выделяет такую желеобразную консистенцию вокруг себя. Эта консистенция благотворно влияет на кишечник. Курагу. Я советую на одну порцию брать 3-4 ягодки кураги. Лишняя сладость конечно нам ни к чему. И заливаем кипятком в размере одного стакана. Каша не варится, но за счет горячей воды она у нас будет теплая и горячая. И взбиваем до однородности. Каша превратилась в однородную массу, которая очень похожа на мусс. И запах изумительный. Предлагаю попробовать. Приятного аппетита. первая льняная каша в жизни? Первая льняная каша в жизни. Очень очень вкусно. Безумно вкусно, если есть такое слово. Льняная каша очень вкусная льняная. И я помню, как моя мама давала мне ее в болезни. Она была очень вкусная, приятная, нежная. льняная каша. Я не люблю. Любите себя и своих близких. Вносите в свою жизнь что-то новое, интересное, вкусное, здоровое. Ведь быть здоровым непросто, но здорово. Представляем вам современную и безопасную технологию фракционного омоложения. Микроигольчатый RF-лифтинг на аппарате Scarlett. Он воздействует на кожу тончайшими электродами. Это 25 позолоченных игл, которые находятся на одноразовой насадке. В зависимости от толщины кожи длина игл может регулироваться. Аппарат при помощи стимуляции, травмой и дополнительно подаваемых радиоволн разогревает ткани кожи до 55-66 градусов. За счет этого подогрева вырабатывается коллаген, эластин и гиалуроновая кислота, благодаря которым происходит обновление кожи. Процесс запуска самоомоложения начинается с первой процедуры, а в течение полугода положительный эффект увеличивается по нарастающей. Для проведения процедуры, которая длится около 40 минут, используется местная анестезия. Она делает процедуру максимально комфортной. Небольшой отек и покраснение быстро проходят, поэтому к привычному образу жизни можно возвращаться сразу после процедуры. Уникальность технологии в том, что игольчатый лифтинг можно проводить даже в самых нежных зонах, например, на веках или висках. Хороший результат дает и его применение по телу. Такая процедура избавит от растяжек, втянутых рубцов и дряблостей. Микроигольчатый лифтинг повышает плотность кожи, устраняет морщины, выравнивает рельеф, формирует четкие контуры и восстанавливает упругость. Процедура абсолютно безопасна, поэтому проводить ее можно в любом возрасте и в любое время года. Приглашаем в Центр эстетической медицины шанс за молодостью и красотой. отеля tower отеля с мам van велик дам Продолжение следует...